бизнес-технологии добрый день уважаемые крымчане жители причерноморья в эфире бизнес-технологии эта программа которая посвящена не только взгляду в будущее но и мы поговорим о хлебе насущном наша программа выходит в третий раз мы на этой неделе стартанули и мы обещали самого начала что мы будем посвящать время каждый час 12 до часу каждый день мы будем посвящать тому что рассматривать различные способы зарабатывания денег для жителей республики для того чтобы республика процветала и люди могли путем производства челевого либо путем оказания услуг путем торговли предоставления там транспортных услуг повышать уровень жизни жителей республики сегодняшняя тема у нас особенная она полностью соответствует нашей цели заявленной в самом начале недели и мы с вами сегодня поговорим о ремеслах первую четверть часа мы посвятим подробному рассмотрению того как обстоят дела с ремеслами у нас в республике у нас в студии присутствуют гости я их сейчас представлю мы разобьем наш час следующим образом первые четверть часа мы поговорим о том что такое ремесленная палата крыма а вторую четверть часа мы поговорим о том чем граждане крыма как они могут взаимодействовать с этим объединением и в конце программы мы с вами еще и сможем ответить на вопросы радиослушателей если такие будут у нас в гостях гордецкая наталья николаевна президент ассоциации поддержки малого и среднего предпринимательства ремесленная палата крыма и викторова екатерина вадимовна заместитель президента ремесленной палаты добрый день добрый день добрый день наталья николаевна ремесленная палата вообще звучит очень солидно это вот как торгово-промышленная палата это как но это действительно такой орган это объединение которое сразу вызывает ассоциации связанные с тем что крым он представляется не только пляжным там курортным бизнесом но это еще и сувениры особо энергетика это что-то ну что может представлять крым других регионов субъектах федерации расскажите вот о палате действительно сегодня ремесленная палата это здесь очень такое объемное понятие и когда вы сказали только сувениры это не подразумевает ремесленничество только сувенирная продукция ну немножко предыстории нашей деятельности нашей организации три года тому назад практически уже четыре года тому назад была создана организация союз поддержки предпринимателей именно объединение народных мастеров крым вообще удивительный наш регион если копнуться то глубину веков то история древнего мира средние века 18 19 век расцвет ремесленничество в крыму и те находки археологические которые сегодня есть позволяет сказать что в крыму всегда развивалась и процветала ремесленничество в том или ином виде те амфоры золотые украшения скифов очень много можно таврские украшения но о многом нужно перечислять того и бытовых предметов которым пользовались жители нашего полуострова если говорить и вот о сегодняшнем состоянии развития ремесленничества именно одну часть пока мы рассмотрим народные промыслы ремесла к большому сожалению за более чем 20 лет у нас была полностью уничтожена как легкая промышленность так и местная промышленность и тем мастера которые работали мастера самоочки остались и действительно люди золотыми руками но они были все разъединены не было вот такой организации которая объединила бы и помогла им выйти на потребительский рынок я не могу сказать что сегодня мы решили все вопросы и вот предыдущие годы конечно людям у нас крым на многонациональный и очень много сделали для сохранения национальных культур национальное общество крыма это крымско-татарская культура возрождения это немецкая культура болгарская казахи киргизы вот в те таджики к проживающие греки то есть вот многонациональная культура которая присутствует у нас крыма дала возможность когда проходили мероприятия культурные естественно что сопровождалось это показом ремесел именно традиционных для каждой этой культуры очень было конечно много фондов которые поддерживали я хочу сказать что самому такой как бы сама проявилась это крымско-татарские народные промыслы и ремесла заявили себе во весь голос потому что были серьезные денежные вливания в это направление и сложился такой костяк хороший мастеров по разным направлениям в крымско-татарской культуре но я хочу сказать что у нас мастера тоже не не сидели сложа руки и тот же опять-таки пример когда кузнецы объединились гильдию и сегодня эта гильдия прекрасно работает и хорошие работы они участвовали у многих как в конкурсах крымских так и выезжали и дальние зарубежья представляли крым и вот три года тому назад мы объединили они мастеров и наша главная задача была сначала объединить и показать что есть такие мастера второй вопрос мы ставили это повышение их знаний квалификации третье это возможность им реализации своей продукции и тут большую помощь нам конечно оказали органы местного самоуправления и конечно государственные органы власти это первую очередь министерство экономики министерство курортов и туризма министерство сельского хозяйства я хотела бы буквально остановиться на одном примере вот взаимодействие нашей палаты с евпаторийским городским советом заместителем был тогда стрельбицкий и вот тот первый опыт который был у нас совместно с органами власти дал возможность создать узнаваемый региональный сувенир евпаторийский я здесь хочу сейчас передать слово екатерине потому что она очень много занималась тогда этим проектом и действительно он получился очень жизненным и достойно того чтобы его продолжить я думаю что любой крымчанин который был в евпатории в летний сезон видел этот скифский базар вот основная идея этого как сказать правильно проекта до проекта было как раз показать все что могут делать сначала евпаторийские мастера вот но когда был объявлен конкурс этот на создание этого скифского базара то выяснилось что в общем то местных производителей именно евпаторийских недостаточно вот поэтому было принято решение что нужно присоединить туда еще всех мастеров и пригласить их крымских вот для этого было бы мы объездили весь крым но вот с александром меламедом таким в общем то я бы сказала что это один из из тех людей как на которых вот держится все это потому что он был очень не цен инициативе на ну вот грамотен и вот принято было такое решение что нужно объехать весь крым и изучить где какие мастера что делают вот в течение года мы ездили по всему крыму и изучали это потом было предложено значит всем этим мастерам сделать сувенирную продукцию ту которую не в которой они в принципе до этого занимались но только под брендом евпатории вот они сделали это и таким образом получилось что именно на этом объекте оказалось лучшее все что производится в крыму но под брендом евпатории вот конечно это должно быть не только в евпатории это должно быть по всему крыму то есть все мастера крымские они должны работать на свой регион вот но вот это и на весь крым но вот это именно успешный такой проект почему потому что это показало что действительно у нас есть мастера конкурентоспособные вот то есть если вы тут если вы поедете туда то вы увидите что продукция не уступает а иногда и она лучше по качеству естественно чем китайский товар она узнаваемо она действительно несет информацию о том месте где она продается вот там совершенно разная ценовая политика вот несмотря еще раз говорю на то что качество достаточно высокая любой человек он может подобрать себе сувенир хорошо такой вопрос вот я себя ставлю на место радиослушатели предприниматель или людей которые занимаются ремеслом да давайте перечислим основные направления ремесленнических вот производств это гончарное это художественное литье сами сами отрасли сами направления перечислить чтобы люди примере на себя кто может быть среди членов семьи там хорошо вот опять же наталья николаевна она говорила о том что это ниоткуда то не взялось да это все предыстория все что человек человеку нужно в жизни и он использует в быту вот это и есть на самом деле сувенирная продукция только она несет еще плюс отражение мастера то есть душу мастера если это кружечка да то это значит она авторская работа она узнаваема и она же считается людьми лучшая почему лучшей почему потому что она при украшает и в ее жизнь жизнь человека вот и теперь возвращаемся к вопросу значит естественно как как рождались вообще ремесла на каждом на каждом участке грубо говоря земли крымской есть какой-то материал из которого ничего не заплатив может человек делать это неважно в какое время там исторического периода он это делал вот все знают например что в старом крыму идеальная керамика почему потом и и она там максимально развита потому что там глина везде вот и человек даже которым ну вот ничего у него нету у него вот все это как раз вот о той теме о которой мы сейчас говорим ничего у тебя нету ты ничего не умеешь подумай что тебя окружает и что ты можешь из этого сделать например в той же самой европе там из любой палочки веточки люди делают сувенирную продукцию я призываю всех да оглянитесь и подумайте пожалуйста что вы можете из этого сделать хорошего и вам еще при этом будет приятно так вот значит керамика допустим дал в крыму у нас безусловно развита потому что у нас есть предпосылки к этому естественно что у нас развита кузня потому что это востребовано у нас очень сильно развито литье потому что это маленькая продукция вот и и опять же человек может увести даже если у него там минимальные средства есть и он может это себе позволить дальше у нас очень хорошо развита роспись по шелку батик называется почему потому что до распада советского союза еще комбинаты художественные они работали на крупные объемы достаточно этого а вот и опять же человек который приехал в крым ему надо уехать вот и он может увести что-то легенько но но приятно да при этом еще батик например это не только там работа художественная это же одежда а вот дальше у нас безусловно утеряна но очень хотелось бы чтобы было развита опять качество потому что у нас есть к этому все предпосылки у нас есть овцы у нас есть территории где они проживают да к сожалению мы сейчас эту шерсть выбрасываем за бесценок понятно такой вопрос на ну уважаемые радиослушатели вот так вот мы стартанули с этой темы понятное дело что ремесла это прежде всего имиджевая часть это можно участвовать в выставках можно представлять наш регион среди других субъектов федерации но кроме этого это еще и достаточно рентабельный бизнес которым стартовые затраты на вход в этот бизнес они достаточно но они намного меньше чем построить ресторан или построить отель и вложиться в это это бизнес которым но на котором люди живут они по нему ходят и в принципе это можно поднимать земли вот давайте поговорим об экономической составляющей в принципе ремесленная палата это орган который способствует помогает людям на местах зарабатывать деньги ну я бы соотнесла это две категории мастеров и людей которые хотят заниматься кто-то хочет заниматься для себя это его увлечение это его ходит а вторая часть это вот то что вы говорите как раз это это уже бизнес это коммерция и здесь мы сегодня при поддержке пятаки государственная программа федеральной и нашей республиканской прошлом году с фондом поддержки предпринимательства первую такая группа у нас была пробная начало предпринимательской деятельности именно вот в этой узкой части бизнеса ремесленничестве есть стандартная программа но подошли мы творческих в этой программе и первой группе наших ремесленников были люди которые для себя сегодня уже сделали определенные выводы пройдя этот курс будут они заниматься предпринимательской деятельности или они для себя это ставят именно как вот просто увлечение и для себя любимого что-то делать действительно сегодня пройдя эти курсы предприниматели у нас уже появляются и вот рядом со мной коллега екатерина это первый предприниматель она как ну зампрезидента дала опять таки пример для наших мастеров потому что екатерина сама мастер причем мастер преподаватель у нее есть уже ученики и последователи это гильдия вот мы сегодня когда вы говорили вот как объединяется нас действительно по профессиональному признаку уже стали объединяться мастера вот профессиональной гильдии то есть это гильдия вышивальщиц гильдия гончаров гильдия кузнецов гильдия кожевеников гильдия мастеров работающих с мягкой игрушкой значит по завершении этих курсов люди получили сертификаты и самое главное что они получили те первые азы знания вот первые шаги которые надо сделать для того чтобы именно вот сегодня работать легально в этом бизнесе мало того сегодня есть фонды которые оказывают материальную поддержку то есть можно участвовать и грантовых программе это вот следующий этап то есть человек прошел первое обучение а дальше он пишет бизнес-план и идет уже на следующие курсы открыв свои предприятия для получения мини гранта да безвозвратно следующее это фонд поддержки грант фонд поддержки предпринимательства на получение опять-таки финансовой помощи это не финансовая это уже безвозвратно нет это фонд олениной где на сегодня можно до миллиона рублей получить с июня месяц там рассматривается увеличение до двух миллионов и уже такой пример у нас есть допустим керченская одно из предприятий в керчи вот работающие именно в легкой промышленности получила такой вот сегодня финансовую помощь на развитие своего предпринимательства мало того сегодня есть опять-таки возможность изучив рынок очень хорошо реагировать что сегодня востребовано и вот екатерина когда говорила о тех видах деятельности которые у нас могут быть как наши брендовые узнаваемые крымские это одно из направлений это именно кожевенное производство изделия из кожи тем более я говорю что у нас есть сегодня мастера которые могут передать это традиционно в крыму тоже очень много шорных было изделий было поэтому есть корни на которые можно опираться мало того мы сегодня работаем очень тесно с нашим этнографическим музеем с нашими учеными потому что без истоков без знания вот начало да ремесленничество что было раньше что можно было взять тоже это немаловажный такой момент значит мы сейчас фонд поддержки предпринимательства начинает новую программу стартовую для начинающих предпринимателей мы приглашаем людей которые хотели бы прийти и пройти эти курсы они совершенно бесплатные и по завершению тогда уже можно для себя делать опять таки решение вывод буду я заниматься или не буду этим профессионально значит еще такой момент опять таки старт я предприниматель что я могу получить да сегодня законодательном поле российской федерации прорабатывается проект закона ремесленнической деятельности и в ноябре в государственной доме проходило заседание рабочей группы в которой рассматривалось внесение изменений в налоговый кодекс это статья которая позволила бы ввести такое понятие как самозанятость то есть сегодня многих пугает регистрация индивидуально предприниматель в налоге в налоге да и поэтому многие как то вот ушли в тень и как раз вот одна из программ сегодня в российской федерации мы ее поддерживаем и тоже занимаемся этим конкретно значит это на проект новые ремесленники россии возрождение социального слоя ремесленников предпринимателей и вот основная задача вывести из тени вот это вот эту большую часть очень довольно таки серьезную часть людей которые занимается могли бы заниматься этим видом бизнеса и одно из решений это введение понятия самозанятого то есть это без регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя я получаю статус самозанятого я могу брать патент оплатил этот патент причем ставки патенту там у нас крыма вообще мизерные ниже чем в других регионах континентальной россии там значит и я могу свободно работать значит этот вопрос сейчас рассматривается в государственной думе мало того ремесленная палата сегодня подготовила свои предложения они вошли в список предложений которые сегодня есть будут рассматриваться на выездном заседании государственного совета в крыму он будет в июне месяце здесь проходить вопрос по развитию курортной сфере но одна из составляющих это сувенирные продукции вот мы как раз попросили чтобы вот этот вопрос о самозанятых был сегодня прописан и тогда это даст возможность легализоваться очень многим людям которые в тени которые сегодня в тени и самое главное мы должны не забывать что получив статус ремесленника получив социальные потом льготы люди должны опять-таки задумываться о будущем своей а пенсии с социальном статусе значит и здесь вопрос не отменяется конечно это будет уплата пенсионный фонд взнос пенсионный фонд и оплата этого патента уважаемые радиослушатели цель сегодняшней программы в общем то я сейчас подведу итоги первого получаса заключается в том что бизнес который позволяет получать доходность он может быть не только связанный со сдачей там с курортной деятельностью он это не только отельные ресторанный бизнес это не только торговля на рынке можно заняться производством производство это отдельная философия стояния на земле и это связано с ремесленничеством у нас в крыму есть ремесленная палата крыма это орган это объединение которое непосредственно взаимодействует и с правительством и которая на самом деле лоббирует вот этот вот закон позволяющий что такое самозанятость это без регистрации индивидуального предпринимателя просто покупка патента что не исключает пенсионных взносов но с другой стороны эти документы являются основанием для получения пенсии по но достижению определенного возраста то есть цель сегодняшней программы мы сейчас уйдем на небольшой перерыв цель сегодняшней программы заявить всему всей республике что способов зарабатывания денег особенно на своей территории особенно на традиционных ремесленных направлениях их много об этом стоит задуматься мы сейчас уйдем на небольшой перерыв с рекламой и с парой расслабляющих песен но во втором получасе хочу напомнить у нас работают телефоны плюс 7 978 400 264 и стационарный 24 90 96 вы можете звонить в студию и задавать вопросы по различным вот аспектам предпринимательской деятельности связанной с ремесленничеством встретимся с вами после перерыва субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бизнес-технология Я хочу сказать, что в Российской Федерации сегодня в этом проекте закона уже более четко прописаны виды деятельности, которые подпадают под ремесленную деятельность. В области текстильной, швейной, кожевинного обувного производства, деревообрабатывающие производства, металлообрабатывающие, изготовление неметаллических изделий, ремонт и техническое обслуживание зданий и помещений. Я просто здесь не расшифровываю, что туда входит общее. Бытовое обслуживание, производство мясных полуфабрикатов и продуктов в малых объемах с использованием в основном ручного труда, а также хлебобулочных изделий. Ну и перечень видов ремесленческой деятельности может дополняться в соответствии с собирательной группировкой, бытовые и ремесленные услуги, вообще российского классификатора продукции и по видам деятельности КПД-2. То есть она может расширяться, дополняться в этот перечень. Сегодня, надо сказать, что опыт наших европейских коллег в ремесленной палате, мы изучали тоже опыт и Германии, и Венгрии, и других европейских стран. Вот все рабочие профессии, которых и виды деятельности, о которых мы сегодня говорили, это ремесленничество. И мы очень рады, что сегодня этот проект закона, он уже идет к финишной прямой. Государственный совет Крыма планирует в начале июня, сегодня создается рабочая группа по подготовке нашего регионального закона, который будет основываться на законе Российской Федерации, проекте закона. И мы сегодня будем дополнять нашими уже местными статьями, которые вот специфика Крыма, потому что действительно сегодня, к большому сожалению, вот узнаваемого крымского сувенира его нет. Его надо разрабатывать и этим надо работать. И здесь как раз сегодня есть предпосылки совместной работы ремесленной палаты и правительства, вот я хотела бы опять слово передать Екатерине, значит, тот проект устава, который сегодня рассматривается по созданию именно государственного бюджетного предприятия, объединяющих производителей сувенирной продукции Крыма. Ну все понимают, что основная задача этого предприятия будет официально собрать людей, которые что-либо, опять же, производят своими руками, которые отражают наши крымские какие-то либо архитектурные объекты, либо какие-то узнаваемые ландшафтные объекты. Не важно, в какой технике и какие мастера это делают. Важно, что это было бы узнаваемый крымский продукт. Это основная цель. Ну и, естественно, если говорить серьезно именно о зарабатывании денег, да, то невозможно заработать деньги, если нет спроса. Так вот, как раз эта организация, она и должна формировать на основе спроса тот продукт, который нужен потребителю, неважно, внутри Крыма или внешне это будет потребитель. Но самая большая загвоздка, что ли, для местных производителей, они не понимают, что делать, потому что у них нет прямого контакта с потребителем. Так вот, ремесленная палата, она, в общем-то, как выяснилось теперь, этим и занимается, формирует именно команду, которая делает тот товар, который нужен потребителю. То есть, фактически получается, что ремесленная палата – это как бы внешний отдел маркетинга, который формирует спрос, который понимает, что востребовано и, собственно говоря, может руководить производственными мощностями самих мастеров. Да, да вот задача теперь вот опять возвращаемся к тому, чтобы сейчас откликнулись все люди, которые хотели бы этим заниматься, либо занимаются. Для чего это нужно? Чтобы понять, сколько нас, кто что делает, в каких районах. И как потом формировать вот эту общую коллекцию, которая была бы узнаваема, еще раз я говорю, доносила бы до внешнего и внутреннего потребителя вот всю красоту нашу Крыма и объектов, которые в Крыму существуют. Такое вот. Мы сейчас уйдем на рекламу и давайте продолжим вот о чем. Я, кстати, из перечня, мне очень поразило бытовые услуги, хлебопулочные изделия и взаимодействие. Как, куда обращаться, что делать? Мы сейчас уйдем на рекламу, вернемся через несколько минут. Бизнес-технологии. Из нашего разговора, который мы сегодня обсуждаем, а мы говорим о ремеслах Крыма, я услышал в перечне, что существует, под понятие ремесла подпадает оказание бытовых услуг. То есть реально вот этот муж на час, извините, который может прийти и оказать какие-то услуги, он может быть зарегистрирован как ремесленник, он может в результате, если будет принят закон, он может быть оформлен как самозанятый, у него может минимизироваться налоги, если говорить открытым текстом, и он может взаимодействовать с вами и при этом просто повысить норму прибыли, скажем так, со своей деятельностью. Мало того, он будет работать легально, потому что зарегистрировавшись, вот как раз этот закон, проект закона, гласит о том, что будет вестись реестр ремесленников. Вот ремесленная палата будет вести ремесленников, и это даст возможность, опять-таки, при разработке государственных программ, мы можем тогда говорить, что у нас вот в этой отрасли занято, создано столько-то рабочих мест. У нас сегодня работает, ну, например, вот то, что вы сказали, мастер на час, да, муж на час, говорится. Вот столько-то людей работает. Для материальной базы нам надо вот это, вот это. Мы можем тогда государственные программы включать те вопросы, которые один человек не может решить самостоятельно. То есть это объекты, это материально-техническая целая инфраструктура, которая была бы, помогала развиваться этому мелкому бизнесу. Мы не говорим сегодня малое, мы говорим даже мелкий, совершенно мелкий бизнес, но это уже бизнес. Значит, вот вы задали вопрос о хлебобулочных, хлебопеках, да? Значит, в Российской Федерации есть гильдики хлебопеков. Я тоже об этом недавно только узнала, потому что приезжал президент этой ассоциации. И вот в Ялте в июне месяце будет проходить съезд хлебопеков Причерноморского бассейна. Являясь вот международным советником, я еще международный советник слоуфуд по странам СНГ, я сегодня буду рассылать письма, приглашения наших коллег, несмотря на те преграды и тот вакуум, который в Крым и в целом Российской Федерации. Но сегодня есть предприниматели, которые готовы приехать в Крым. И вот опять-таки пример. В мае месяце приезжает уже третья делегация итальянских предпринимателей, которые готовы здесь к сотрудничеству совместно открывать предприятия. И одно из направлений, это опять-таки связано с сельским хозяйством. И вот в том перечне, о котором мы говорили, это опять-таки молочная продукция. Здесь она тоже присутствует в перечне тех профессий и ремесленничества, которые могут быть. Мало того, сегодня этот проект закона даст возможность людям получить квалификацию. Потому что, к большому сожалению, вот даже если говорить о бытовом обслуживании, да, когда-то опять-таки у нас были объединения профессиональные, тех же парикмахеров проводились конкурсы. Значит, те же фотографы подтверждение было на категорию. Сегодня это всё утеряно, и оно само по себе вот как в таком свободном плавании. Люди хотят и профессионально расти. Открытие должно быть тех же учебных заведений, опять-таки подтверждающих квалификацию. И одна из них – это та же Академия ремесел, которая уже здесь создана у нас в Крыму. Это филиал Российской Академии ремесел. Она у нас сегодня есть в Крыму, начинает работать. И будем с ними взаимодействовать. То есть сегодня мы говорим как о профессиональной подготовке людей, так и государственной поддержке и продвижении. Да, вы сегодня сказали, что мы как бы таким вот направляющий и изучающий рынок. Сегодня континентальная Россия, та же вот Крымское подворье, Подмосковье, где сегодня представлена сельскохозяйственная продукция Крыма, да, и жители Подмосковья с большим удовольствием посещают эту торговую площадку, она будет и больше расширяться. И к нам как раз руководитель этого предприятия обратился в ремесленную палату расширить ассортимент не только сельскохозяйства, но и представить ремесленничество. И вот первые сувениры, которые там были представлены, они вызвали большой интерес. Есть еще другая площадка. Сегодня Санкт-Петербург, это побратимство с городом Симферополем, и там сегодня тоже есть площадки, где мы можем выставлять и представлять ремесленничество нашу продукцию. Но возникает вопрос. Опять же, в Санкт-Петербурге там продажа через кассовый аппарат. То есть на изделии должен быть штрих-код. И это возвращаемся опять, о чем говорила Екатерина. То есть сегодня должна быть продукция, которая имеет торговую марку нашу крымскую, штрих-код, и мы можем спокойно, будем войти на рынок континентальной России, свои промышленные уже, не мелко штучные, а уже большие масштабы продукции сувениров. То есть фактически речь идет о том, что в тот момент, когда будет создан бренд под названием «Крымский сувенир», когда будет разработан штрих-код, и предприятие реально будет осуществлять взаимодействие с ремесленниками, даже, ну я скажу так, по первичным закупкам и отсосроченным платежом для реализации этой сувенирной или ремесленной продукции на площадках типа Санкт-Петербургской. Ну, не мы будем закупать продукцию, в том-то и цель, а в том, чтобы мы создали площадку, на которой любой московский бизнесмен или санкт-петербургский бизнесмен либо по месту мог бы заказать или приобрести все, что производят крымские производители, либо предоставить площадку для реализации. Хорошо. Уважаемый радиослушатель, у нас работает в студии телефон плюс семь девятьсот семьдесят восемь четыре ноля двести шестьдесят четыре и двадцать четыре девяносто девяносто шесть. А пока вы дозваниваетесь или думаете о том, будете ли вы участвовать в этом бизнесе, у меня вопрос вот какой. Я так понимаю, что жители Крыма, которые имеют отношение к ремесленничеству, либо, например, у них душа лежит, по-украински ехист, либо уже являются предпринимателями, им для взаимодействия с вами нужно... То есть я понял так, что даже хлебобулочные вот эти какие-то точки, они могут минимизировать свое налогообложение, если они, например, будут регистрироваться не как предприниматели, а после принятия этого закона они смогут себя оформить как самозанятые, если там нет наемного труда. Да, если нет наемного труда. Да, то есть это получается не средний бизнес, не малый, а мелкий. Мелкий совершенно. Да, и это позволяет там чуть-чуть с налогами там... Что делать людям, которые в принципе занимаются производством сувенирной продукции, кожевиным делом, может быть, занимаются гончарным делом, но они еще не являются зарегистрированными предпринимательно, а таких, наверное, еще большинство в связи с переходом нашим на российское законодательство. Им, наверное, нужно с вами как-то встретиться, да, нужно как-то вступить с вами во взаимодействие для того, чтобы просто проговорить свои особенности и вместе с вами выработать свою стратегию. Ну, мы готовы к сотрудничеству, и мы же работаем с нашими мастерами, те, которые объединили мы три года тому назад. Ну, а опять-таки, сегодня уже эта новая площадка, мы ждем этот закон, но тем не менее, еще раз говорю, что мы продолжаем работать, и вот ближайшие мероприятия, которые будут проходить, достойно наши мастера будут представлять 3 мая на Ходерлезе и украсят этот крымско-татарский праздник своими изделиями, ручной работой, действительно уникальными вещами. В майские праздники площадки открываются и в Судаке. Мало того, сегодня мы работаем не только с ремесленниками, я имею в виду сувенирно, но сегодня очень интересный опыт работы, взаимодействия с нашими крымскими художниками. И вот Катя расскажет там в виде пленеров, да? 18 мая Международный день музеев с Крымским краеведческим и Крымским музеем Тавриты. Мы планируем совместное проведение такого очень интересного мероприятия, где будут участвовать наши мастера и показать историю ремесленничества. Другие мероприятия, которые проходят в регионах, мы активно участвуем в них. Но сегодня, еще раз говорю, приоритетные, одно из четырех приоритетных направлений, которые правительство приняло, да, это сельское хозяйство, санаторно-курортное, инновационное. И последнее, ну пусть это последнее, но самое главное, что оно есть, это развитие и поддержка народных промыслов и ремесел. И сегодня это уже как вид деятельности, это сегодня вливание в экономику. И вот на заседании общественного совета и коллегии Министерства курортов и туризма, министр курортов, когда делала анализ поступления в бюджет от курортно-туристической деятельности, 10% – это, казалось бы, и небольшой процент, но в том числе и немаленький, ну если так, по сегодняшним рамкам, то, что производится, немаленький процент, внесли в бюджет Крыма и наши мастера, продавая свои изделия нашим гостям и жителям Крыма. Мало того, мы здесь еще, сейчас Катя будет рассказывать о художниках, но для нас сегодня главное еще, первое – это не потерять тех старых мастеров, которые знания и опыт могут нам передать. То есть без них мы призываем и просим откликнуться вот тех, вот это наше, знаете, это достояние наше Крыма. К этим людям мы с большим уважением относимся, относимся и просим, чтобы они откликнулись и стали учителями, наставниками и для среднего поколения наших мастеров. И самое главное, мы сейчас опять-таки вот в рамках этой государственной программы этого предприятия, которое планируется, для нас самое главное – готовить и новых мастеров. И начиная, и начиная это поэтапно, начиная дошкольное образование, школы, и потом уже вот подмастерье, мастер, то есть человек должен по ступенькам расти. И азы он должен получать, вот знаете, как букварь, когда мы учим читать. Вот так же должны читать книгу ремесленника, образно я говорю, по слогам, начиная по буквам, что такое кожа, из чего она, ну я образно говорю, да. Ну понятно, да. Вот это понятийное событие, понятия, они должны вот с малых лет с тем, чтобы привить эту любовь к этому творчеству. Но мы переходим опять-таки от творчества к бизнесу. И сегодня говорим, что это одна из форм занятости, создания рабочих мест. Мало того, мы можем говорить о людях с ограниченными возможностями, для них это немаловажный момент. Мы можем говорить о мамочках, которые сегодня сидят в декрете, и есть время, они хотели бы это приложить, и это дополнительный заработок может быть, да. То есть вот это категория людей, с которыми мы готовы и будем работать. Скажите, адрес в городе Симферополя, куда людям идти? Где эта дверь, где вы находитесь? Это площадь Советская, пассаж, 206 кабинет. Ну, есть еще время, я хотела бы буквально, чтобы Катя несколько слов... Да, мне про художника очень интересно. Я в Ялте 12 лет рисовал портреты и карикатуры, и стоял с художником, мне это очень интересно. Я бы хотела сказать самое главное, что Крым – это вообще мека искусств. Я бы хотела, чтобы меня все услышали. Я думаю, что мы именно этим могли бы вместе заработать самые большие деньги. Не производствами какими-то крупными, не там недрами своими, даже, может быть, не морем. А если здесь сделать мекку такую, что со всего мира будут люди приезжать, покупать работы, покупать что-то, произведенное местными мастерами, я могу уверить, что Крымская школа художественная, она ценится во всем мире. Ну, не выше, может быть, там итальянская, но и не ниже. Все знают, что любой человек, который закончил Крымское художественное училище, куда бы он ни приехал, он везде востребован. То есть в Италии, в Испании, где угодно. Вот если ты умеешь писать и научился в Крымском художественном училище, все, знаешь, ты закрытыми глазами обеспечен на всю жизнь. Это даже я не говорю сейчас о производстве каких-то сумок или чего-то. Это так есть. Вот, поэтому если бы даже всех крымских художников где-то объединить, создать залы, площадки, где они будут продаваться, и еще раз говорю, проводить аукционы, не то, а изображение то, что изображают наши крымские художники, перенести на бытовую продукцию, то есть, допустим, на сумки, на что угодно, на футболки, на магниты, на все, то вы понимаете, какой пласт за этим всем потянется, и какие деньги может Крым на этом зарабатывать. Поэтому я призываю всех, и крымских художников, и ремесленников, объединяться и думать, как создать такую мощную площадку, индустрию экспериментальную, какие-то площадки, на которых можно было бы объединяться и производить, еще раз говорю, нам всем вместе вот эту уникальную продукцию, которая, неважно, может быть, кто-то из нас изобретет что-то такое, чего не было, почему это обязательно керамика, почему это обязательно искусственная пластмасса, почему это обязательно дерево, что угодно, чем нестандартней будет преподнесено то, что умеют делать крымские художники, как ни странно бы это звучало, тем более интересен может быть проект. Вот мы делали, например, не только пленеры, мы делали встречи крымских художников с писателями московскими, и цель этих встреч была донести до всего мира то, что делают крымские художники, вот таким способом донести, чтобы писатели описали, что мы делаем. Вот еще хотелось бы немного сказать о том, что на площадке Нижнегорского района, как бы это парадоксально не звучало, в селе Цветущем, бог знает где, на краю Крыма. Мы проводим пленеры и проводим выставки. Вот одна из выставок была, которая собрала 48 крымских художников, которые, я вас могу уверить, они даже иногда из дома не захотят выйти. Вот, они с удовольствием туда поехали, и мы сделали там ночную выставку, которая произвела, я считаю, что фурор. То есть люди не верили, что это возможно и что это есть. Поэтому очень хотелось бы посотрудничать тоже с другими площадками, если есть какие-то интересные места, которые бы хотели пригласить художников, чтобы они это написали и там создали какую-то сувенирную продукцию. Вот, ну, хотелось бы услышать их и увидеть тоже. Нам показывают, что у нас остается очень мало времени. Уважаемые радиослушатели, программа «Бизнес-технология» направлена на то, чтобы открывать направление в бизнесе, открывать, заявлять повестку дня, чем могут заниматься крымчане для того, чтобы обеспечить себя доходом, для того, чтобы производить какую-то продукцию, которая бы прославляла Крым и давала, как у нас любят говорить, и славу, и деньги. У нас в гостях была Наталья Николаевна Гордецкая и Викторова Екатерина Вадимовна. Мы говорили о ремеслах Крыма. Встретимся с вами уже на следующей неделе. Спасибо за внимание.